Неделя глава Ваера А вая ими поздно. И вот Творец посылает Муше, чтобы он опять пришел к фараону и сказал, отпусти мой народ, чтобы они послужили мне в пустыне. Шлака томивая в дуне! А если ты не отпустишь мой народ, то случится в Египте, что обрушится на Египет десять казней, десять ударов. И написано в Пасхальной Агаде, каждый еврей должен видеть себя, как будто это он вышел из Египта. И десять казней перечисляются в Пасхальной Агаде, цитируя нашу главу. В нашей главе перечисляются семь казней, а в главе Бог еще три. Кровь, лягушки, вши, дикие звери, моровая язва, нарывы, град, саранча, тьма и, наконец-то, поражение первенцев. Но, говорит раби Иуда, что все казни делятся на три. Первая, дам, сфарде, кенин, кровь, лягушки, вши. Следующие три, аров, девер, шкин, дикие звери, моровая язва и нарывы. И, наконец-то, четвертая, барат, арбе, хоших, макат, бехуро, град, саранча, тьма и поражение первенцев. Но, зачем он делит это на три группы? И объясняет это Рамбан в комментарии после главы Булл, что уже во времена Эноша, внука Адама, человечество начало ошибаться и служить идолам. Как это возможно? Творец открывается Адаму, Каину, Авелю, Нову, Аврааму. Как же это возможно? Потому что были те, которые ошибались и говорили, вообще нету Творца. Это то, что потом скажут греки, мир первичий. Другие говорили, нет, есть, но он не знает то, что происходит на земле. А третьи говорили, да, он есть, он знает, но не вмешивается. И вот то, что открывается. Не просто так это казни, которые обрушились на египтян. Это было десять курсов лечения в три этапа, чтобы достать евреев из внутренностей Египта, чтобы они вернулись к вере своих братцев. Первые три удара говорят, чтобы ты знал, что я Творец. Вторые три удара, чтобы ты знал, что я Творец на земле, который вмешивается, который разделяет между египтянами и евреями. Идет дикий зверь, на египтянина он нападает, еврея его не трогает. И то же самое с другими казнями. И, наконец-то, последние четыре казни учат нас, что это я, Бог, подобного которого нету на всей земле. Кто может соединить град, застывший лед с огнем? Только он. Кто может выделить ту каплю, из которой рождается первенец, от той капли, когда это родится не первенец. Только тот, кто сотворил мир и установил законы мира, он может их отменить. Только тот, кто вмешивается и открывается своим пророкам заранее про чудо, про изменение законов природы, он установил эти законы. И, наконец-то, нет никого подобного мне. Это тот, кто отменяет полностью, раскрывает полностью занавес. Он открывает свое имя Авая своему народу, который рождается при выходе из Египта. Этот народ, который будет нести его имя, имя Авая, господин всего, тот, кто был, есть и будет. Это, Творец говорит, мой сын, первенец Израиля. Это мы, начало его посевов. Это мы должны передать эту веру нашим сыновьям и внукам, потому что это мы стояли у горы Синай и слышали его голос. Я, Бог всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства. Я, Бог всесильный Твой, который вывел Тебя из земли,